Здравствуйте! В эфире телеканал Алматы. Дневной выпуск новостей в студии Дина Жанобекова и моя коллега Булбул Калнуркоза. А сейчас коротко о главном к этому часу. Сгорели заживо. Два человека погибли в загоревшемся после столкновения авто в Жанобылской области. Что стало причиной аварии и каково состояние пострадавших? Начато досудебное расследование по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Трагедия на Эльбрусе. В Кабардино-Балкарии пять альпинистов погибли во время восхождения на вершину. Как проходила спасательная операция 14 выживших скалолазов? Устойчивое развитие продовольственного сектора, экологизация, развитие аграрного сектора. С какими еще предложениями и инициативами выступил президент Касымжо Мартукаев на саммите ООН? Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН необходимо играть более активную роль в обеспечении и поддержании глобальной продовольственной безопасности. Начинаем выпуск. Два человека погибли в жутком дорожно-транспортном происшествии в Жамбылской области. По данным регионального департамента полиции, столкнулись Ауди-80 и ЗИЛ-130, после чего оба транспорта загорелись. Не успев выбраться из авто, водители-пассажир легковушки сгорели заживо. Тем, кто ехал в грузовике, повезло больше. Они вовремя покинули салон. С различными травмами их доставили в больницу. Полиция выясняет причину ДТП. Напомню, накануне в результате другой автомобильной аварии в этом же регионе погибли 6 человек. Начато досудебное расследование по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Причины ДТП выясняются. Назначен ряд необходимых экспертиз. В интересах следствия подробности дела не разглашаются. Трагедия произошла на вершине Эльбруса. В горах погибли 5 альпинистов. Как стало известно, группа из 19 человек находилась на высоте 5300 метров на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Возраст участников старше 30 лет. Они приехали из 11 регионов с России. По последним данным, погибли 5 человек. Многие альпинисты получили травмы и сильные обморожения. 8 человек находятся в средне тяжелом состоянии. Найти тело погибших помогли спасенные участники группы. На месте работают спасатели МЧС России. Казахстан является активным участником в мировой цепи поставок продовольствия. Наша страна поддерживает экологизацию и устойчивое развитие аграрного сектора. Такое заявление сделал Касымжумар Токаев, выступая на саммите ООН. Глава государства отметил, что одна из важнейших задач на сегодня – это создание условий для устойчивого развития продовольственного рынка. Сельское хозяйство Казахстана находится в опасной зоне и подвержено влиянию засушливого климата, подчеркнул президент. По словам Касымжумар Токаева, 40% водных ресурсов республики зависит от соседних государств. Президент отметил, что Казахстан выступает инициатором создания Исламской организации по продовольственной безопасности. В которую на сегодня входят 36 стран с общим населением почти полтора миллиарда человек. В рамках организации наша страна систематически оказывает безвозмездную гуманитарную помощь нуждающимся государствам, в том числе афганскому народу в виде поставок пшеницы и муки. Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН необходимо играть более активную роль в обеспечении и поддержании глобальной продовольственной безопасности. Уверен, саммит поможет достичь второй ключевой цели устойчивого развития, предусматривающей ликвидацию голода, повышение продовольственной безопасности и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. В Жамбылской области пресекли продажу паспортов вакцинации. За фиктивный документ, выданный сельской поликлиникой, просили 15 тысяч тенге. О том, что в селе Осабра цветает незаконный бизнес, в агентство по финансовому мониторингу сообщил местный житель. В ходе расследования выяснилось, что фиктивные паспорта вакцинации приобрели как минимум 30 сельчан. Сейчас сотрудники Департамента экономических расследований пытаются выявить всех причастных к этому преступлению лиц. Более трех тысяч очагов коронавирусной инфекции зафиксировано в жилых домах Алматы. С целью недопущения массового распространения болезни в городе в усиленном режиме ведутся работы по дезинфекции. Кроме того, сотрудники коммунальных служб обеззараживают объекты городской инфраструктуры. Ануар Мангельдинов с подробностями. Чтобы успеть обработать более трех тысяч подъездов, коммунальные службы приступают к дезинфекции с самого утра. В работах задействовано 10 бригад в составе 75 специалистов. Бригады задействованы по всему городу. В целях проведения оперативной и качественной работы специалисты, проводящие дезинфекцию, обеспечены всем необходимым. Также у каждого подъезда, где зафиксирован очаг вируса, мы расклеиваем уведомительные листы, где сообщается о проведении обработки. Также там указаны контакты всех ответственных за дезинфекцию подъездов. Помимо подъездов, дезинфекция проводится на всей придомовой территории, где произошел очаг. Обрабатываются скамейки, детские, спортивные и игровые площадки. Период профилактических мероприятий длится 14 дней. По сравнению с нынешним летом, количество очагов снизилось более чем в 2,5 раза. Однако опасность еще не миновала. Общественные места по-прежнему остаются источником инфекции. Поэтому там дезинфекция проводится в обязательном порядке. Используется четвертичное аммониевое соединение, которое не содержит хлора. Это четвертому классу опасности относится малоопасно. И допускается для обработки как раз подъездов. И не опасно для птиц, животных, ну и, естественно, для человека. По словам Жандарбека Бекшина, дезинфекция – одна из наиболее эффективных мер профилактики. Всего с февраля по сегодняшний день в Алматы обработано более полумиллиона очагов инфекции. Ануар Роман Гильдинов, Мейрам Исабеков, телеканал Алматы. Дельта-штамм – возможно, последний агрессивный вариант коронавируса. А все последующие мутации будут иметь менее опасные характеристики. Такое мнение высказал президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман. Он также добавил, что индийский вариант инфекции практически подавил своих предшественников. И сегодня для вакцинированных они не несут особой опасности. В частности, речь идет о альфа-варианте, британском варианте. Вот так получилось, что хоть он и заразный, но вакцины эффективно его подавляли. Но вот у дельта-варианта немножко по-другому. Он немножко ускользает от вакцин. Тем не менее, где-то в 70-80% случаев вакцины эффективны против этого дельта-варианта. Отметим на сегодня в Алматы первым компонентом вакцины привиты почти 940 тысяч человек. 835 тысяч из них успели получить обиду за препарата. Алмаз Шарман также отметил, что согласно мнению ведущих ученых мира, массовая вакцинация скорее всего приведет к снижению агрессивности и опасности коронавируса. Ученые склонны к тому, что по мере расширения охвата вакцинации вирус потеряет свою агрессивность и он больше превратится, как раньше было с детской инфекцией. На самом деле коронавирусы были известны очень давно. Ну а теперь коротко об эпидситуации в Казахстане. За сутки выявлено больше 2,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В лидерах по количеству суточного прироста Алматы в мегаполисе за прошедшие 24 часа зафиксировано 547 заболевших. Выздоровели около 3700 человек. Жертвами ковида и пневмонии стали 47 казахстанцев. На сегодня в стационарах республики от обеих болезней лечится более 65 тысяч пациентов. В Казахстане подражали лекарства. За год стоимость препарата выросла на более чем 3%. По данным экспертов агентства energyprom.kz, это объясняется значительным ростом импорта медикаментов. Наиболее остро цены подскочили в Магаставской области и чуть меньше в Нурсултане и Акмолинской области. А вот в Кустанайской, Павлодарской и Жамбулской областях отдельные препараты напротив подешевели. Больше всего подражали хилакфорты, эссенциалифорте-Н, ножпа и корвалол. Незначительно цены снизились на капли финистил-ню, гипотезиат и азитромицин. За последние полгода в страну завезли свыше 12 тысяч тонн медикаментов на сумму более 615 миллионов долларов. Основным поставщиком фармацевтики, как и прежде, остается Россия. Выросли объемы импорта лекарств из Китая и Индии. Субтитры создавал DimaTorzok